28 марта 2013 года лидер «Справедливая Россия» и лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов провел прием граждан в общественной приемной партии. Основной блок вопросов традиционно касался жилищных проблем. Елена Зиничева, проживающая на улице Васильевская в Москве, рассказала, что новая управляющая компания не может добиться от предыдущей передачи документации на дом. В результате люди лишены возможности заключить договор на обслуживание их строения. Мои юристы подготовили мое обращение к руководителю департамента ЖКХ Цибину, где все излагается, что ко мне обратился носик, дом 7 по улице Васильевской, и все вот эти моменты. И, собственно, я прошу его, чтобы он разобрался и принял соответствующий мир реагирования. Школьный учитель из города Пушкино Никита Кузнецов рассказал, что с супругой, тоже педагогом и тремя детьми, долгие годы добиваются улучшения жилищных условий. Причем вместе с ними в квартире площадью чуть более 34 квадратных метров сегодня проживают мама жены и ее сестра с мужем. Какие наши дальнейшие действия? Ждать ответа от вас или от исполняющего обязанности губернатора? От исполняющего обязанности губернатора. О похожей ситуации рассказали москвички Оксаны Беца и Елена Богатова, которые безуспешно подавали документы на признание их семьи малоимущей. Сергей Миронов пообещал направить запрос руководителю департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Николаю Федосееву. Еще одно обращение за подписью Сергея Миронова поступит исполняющему обязанности губернатора Московской области Андрею Воробьеву. В нем содержится просьба решить проблему проживающей в Луховицах Московской области многодетной матери Галины Кузнецовой, давно добивающейся получения бесплатного земельного участка. Галина Кирилловна, мои юристы подготовили мое обращение к Воробьеву Андрею Юрьевичу, исполняющему обязанности губернатора, где речь идет и о неправильно поставленном приборе учета управляющей компании, и в том числе о том, что вы просите, когда садитесь, представьте земельного участка в соответствии с законом, как многодетная мать. Значит, прошу его провести проверку, подмечить факты и принять меры. Хорошо? Я тогда в вашем рецепте подписываю. Евгений Ланг рассказал о беспределе и варварской деятельности ряда организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых в Забайкальском крае. У меня всегда чиновничий беспредел, который творится, особенно в Забайкальском крае, в таких учреждениях, как Роснедра, Росротнадзор. Мои юристы подготовили мое обращение к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Владимировичу Кириллову, где я полностью описываю ситуацию и предлагаю ему провести внеплановые проверки в отношении к организации и принять неоднежащие меры реагирования. Значит, вот я в вашем присутствии подписал. У Кириллова месяц в соответствии с законом на реагирование. Значит, ну, дело в том, что я его лично знаю и могу сказать, что к моему обращению он относился очень серьезно. Значит, да, то есть вот я думаю, что лично, а они даже не помощники, они не доложат, что пришел депутатский запрос от Миронова, и я думаю, что реакция будет. Рассказывая о своих злоключениях, не удержалась от слез жительница поселка Богородская Московской области Мария Горлина. Женщина ухаживает за ребенком инвалидом-колясочником. Я, мои улицы, подготовили обращение к главе городского поселка Богородская к Кузнецову Виктору Михайловичу, где я описываю всю вашу ситуацию и прошу, чтобы и ремонт сделали, и установка для оборудования, а также выделение санатора курортной путевки вашему сыну. На встрече с Сергеем Мироновым представители группы 100 человек, бывших собственников сельхозугодий совхоза Первомайская в Нарфаминском районе Московской области рассказали о своих злоключениях. В 2003 году была незаконная искупка всей Московской области. Всей Московской области, значит, под, мы так считаем, под руководством, под руководством, конечно, администрации Нарфаминского района. Это, значит, получается у нас Баранов, да, Александр Николаевич, да, Баранов. Значит, в 2003 году к нам приезжали лица, представлявшие интерес администрации Нарфаминского района. Это Никоненко, да, это зам господина Баранова Труфанов, там, это регистрационная палата Нарфаминского района, земельный там комитет представлял. Я сейчас не могу сказать, кто, но все, вот, скажем так, чиновники Нарфаминского района. Естественно, под этим влиянием, естественно, люди поверили, как бы, то, что у нас документы были старого образца, здесь на правую собственность, потому что приватизация совхоза была 1996 года, тогда регистрационной палаты не было, ну, скажем так, обманом путем, вот, под руководством администрации. В 2004 году люди обратились в суд, Нарфаминский суд изначально, и в прокуратуру. Естественно, конечно, понимая о том, что Нарфаминск весь подвластный, вот, в судебных заседаниях, конечно, нам были отказаны решением суда, но у нас есть решение суда, которое мы выиграли. То есть, получается, что данные люди были обмануты дважды. Мои юристы подготовили обращение к начальнику главного управления МВД, Якунину, именно по Москве, значит, да, где я врисовываю всю ситуацию, начали прошу его дать указание при судебной проверке по указанным фактам и рассмотрение всех материалов в соответствии с профессиональными нормами. Значит, по закону у него месяц на реагирование, будем с вами ждать. Если ответ нас не удовлетворит, я попрошу вновь написать заявление на меня, потому что тогда уже будем вращаться к содянину.